Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем выпуске я вам расскажу про то, почему русский ненавидят английский. И связано это с тремя основными проблемами. Во-первых, childhood. Во-вторых, school. И в-третьих, university or college. В сегодняшнем выпуске, как вы уже поняли, будет присутствовать моя кошка. Вот такая озорная она у меня. Итак, друзья, да? Почему русский ненавидят английский? Это действительно большая проблема в России, как я считаю. Как считают многие образованные люди здесь. Итак, во-первых, когда мы маленькие, нам в России не преподают второй язык английский. То есть мы его не изучаем дополнительно. Мы изучаем только русский, русский, еще раз русский. Я считаю, что маленькие дети должны до детского садика еще начинать изучать английский язык. Им должна прививаться любовь к этому языку. Может быть, они не собираются поехать за границу, но английский язык открывает двери во многие страны. Также дает много возможностей. Во-вторых, да, это школа. Когда мы после садика в России идем в школу, в школе у нас есть такой предмет, как английский язык. Но английский язык очень слабый. Учителя не особо хорошо понимают, как преподавать правильно английский язык детям. Из-за этого появляется негатив к английскому языку, что вот я не хочу ходить, я не хочу учить. Да мне это не пригодится, мне это не надо. Я сам с этим знаком, потому что я так же думал, когда учился в школе. Английский я начал учить только в университете. Это вторая основная проблема. Нам не объясняют, зачем он нам нужен. И мы считаем, что он нам просто не пригодится в жизни. И в-третьих, университет. Когда я поступил в университет, в морской государственный университет, английский был для нас обязателен, как для моряков. Но что происходило на уроках английского? Нам приходилось просто учить, зубрить, то есть learn by heart, да, разные английские топики, тексты и так далее. Для чего, я не понимаю. Многие ребята просто-напросто даже не умели нормально разговаривать. У них не было разговорного английского. Но зато мы зубрили learn by heart английские топики. Я считаю, что здесь, опять же, неправильный подход к изучению языка. Ввиду этого, в России, особенно в отдаленных уголках, да, там, где живу я, это Дальний Восток России, Владивосток, сформировалось такое мнение у большинства людей, что английский нам не нужен, к иностранцам мы относимся не очень хорошо. Да, вы среди образованных людей найдете ребят, которые будут хорошо к вам относиться, которые, возможно, умеют общаться на английском языке. Но в обычной жизни вы такое можете встретить крайне редко. Вероятнее всего, этот язык, про этот язык скажут, что он не нужен, его учить не надо, да что эти иностранцы, зачем они вообще нам здесь нужны, и мы к ним вообще ехать не собираемся. То есть, да, и исходя из этого, из вот такого вот мировоззрения взрослых людей, естественно, появляется вопрос, а откуда же у детей, когда они маленькие, может появиться любовь к английскому языку? Да ниоткуда. Вот так и получается, что большая часть в России не понимает, зачем им нужен язык, а порой они его даже ненавидят и негативно относятся к иностранцам. Это действительно большая проблема, по моему мнению. А что вы думаете на этот счет? Пишите в комментариях, лайкайте видео. Всех обнял, всем до встречи. Bye-bye, nice to meet you guys.